всем привет всем привет всем привет я сегодня 7 апреля по-моему нет 8 8 8 апреля 8 апреля с вами игромания утро мартаус мурадян и павел болотский сегодня мы и телевизор и телевизор блин сегодня мы по телевизору я машу рукой и он там тоже машет рукой как я прямо и я тоже да а самое смешное что мы смотрим мимо мимо камеры это еще странно да блин надо в камеру но ты кстати я буду смотреть ты смотришь но ты смотришь камеру наискосок а вот я сам я вот так вот камеры чтобы понимали да мы сошли с ума так вот сегодня с вами игромания утром как и в любой будний день на протяжении уже почти блин больше уже больше 9 месяцев там еще шкаф да и там еще дверь и вообще ну как бы и парни яр не правильно парни микрофон с нами сегодня да и микрофон с нами сегодня специально приглашен специально приглашенный гость уже второй раз гостит у нас сейчас мы вам расскажем самые потрясающие самые великолепные самые незабываемые новости вчерашнего дня и заодно и начнем мы с премии бафта которые вручили как раз как раз вот-вот игра года fallout 4 серьезно да где котик вот лучший визуальный ряд orion the blind forest все понятно как бы нормас лучший звук everybody's gone to the rapture но там звук хороший ну там это часть атмосферы да очень хорошая лучшая семейная игра rocket league окей лучшая игра британского разработчика batman arkham nite она правила бафта брюшка единственный британский видимо британская игра в году хотя нет там что-то должно было быть лучше елы-палы но серьезно неважно лучше дебютный в конце концов подожди 2000 2015 год соответственно они могли дать лучшую игру пока версии gta 5 например они же британцы рок-стар же британцы ну видимо не стали ну ладно лучшая дебютная игра her story окей с этим я согласен будет бог с ним лучший геймдизайн bloodborne ну тут без вопросов вообще самая инновационная игра her story хорошо я согласен допустим окей она не так проста да лучший мультиплеер ну rocket league окей ну ладно у тебя бы осада была у меня бы осада по-любому да и вообще лучше они просто не играли в осаду лучшая спортивная игра rocket league лучший саундтрек everybody's gone to the rapture лучший новый айпи until dawn вот тут ну то есть until dawn крутая игра но неужели bloodborne хуже лучше новый айпи чем until dawn то есть я серьезно вот я понимаю что очень много говорю про bloodborne ну вот предположим fallout года игра лучшая актерская игра хроники последних дней мерл дендридж ну это everybody's gone to the rapture не я понимаю да но я просто пытаюсь вспомнить неужели в until dawn вот я бы until dawn дал лучшую актерскую игру там шикарный каст хороший хотя я не помню о хрониках последних дней актерская игра это смысле голоса которые с тобой ну видимо да ладно видимо самая долговечная игра почему не майнкрафт почему не майнкрафт до призен архитект но окей ладно на лучшая история life is strange это тоже норма там принципе хорошая история ну это кстати вот эта премия бафта более-менее адекватно выглядит на фоне всех остальных серьезно хотя я удивлен что нет видимо к вообще доверишь вообще нет видимо может быть там где-то в бафте и и не это не котирует чтобы она слишком попсовый странно знаешь как это говорят что на всяких каннах фильмы для критиков ну дамает не для всех вот может быть в бафте бафта примерно 4 паш да действительно блин не сходится о чем-то да нет в расследование зашло в тупик просто с кинонаградами не очень корректно сравнить потому что кино и в кино в кино есть конкретное разделение между фильмами для критиков и блокбастерами а здесь все вперемешку всегда потому что но как бы критерии одни и те же я какая разница сделать и за три копейки там не знаю потому что они просто не прошли и вот да ну то есть вроде бы адекватно с другой стороны так приглядываешься и думаешь блин а почему везде рокетлик больше за людей не держит больше за людей не держит да почему-то вообще ну то есть игра года фоллаут 4 ну то есть я мне нравится фоллаут 4 на объективную понимаю что ведьмак в данном случае он больше подходит на игру года и не говорю уже о бладборне бог с ним я уже смирился что всем просто пофиг кроме меня почему игра года не бладборн вот но это ладно ну на игра года фоллаут 4 крут вот 4 прекрасен но он очень но не подходит очень для бафты я бы так сказал он очень такой же как 3 насколько я помню бафта бафта больше такой какие-то вот именно бафта изначально это киношная ну да и по именно поэтому они вручают чаще призы таким играм в которых ну как-то кинематографичность поставлена выше истории кинематографичность вот я об этом уж я об этом и говорю что они обычно стоит поэтому мне не очень понятно как сюда реально попал фоллаут 4 я не понимаю почему сюда не попал ведьмак у меня теперь бомбит от того что здесь нет ведьмака понимаешь я привык чтобы ладборн все забывая уже смирился я смирился что игровые критики ну то есть не игровые критики а те кто выдает награды они вообще не шарят ничего в играх я уже понял это но они вот вопрос в том что дают ли это какие-то критики награды или это люди голосуют но я не верю что люди не голосовали бы за ведьмака весь мир голосует за ведьмака рублем условно а тут фоллаут 4 с другой стороны тоже великолепно продался может быть они кстати по этим продаж критериям нет ну тогда точно ведьмак должен был попасть непонятно ну непонятно не догоняю я я почитаю обязательно в чем логика этих ребят не интересно я не знаю кто ты жюри я найду тебя и покажу тебе вечер 3 да 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 я я не вообще никогда не думал что буду в эфире защищать вечер 3 при том что и он защите как бы не нуждается у тебя у тебя в личном топе по-моему на шестом же не ну не помню уже да ну да далеко не на первом да то есть у меня даже ниже чем fallout 4 но как бы потому что ну если в fallout поменять 7 букв получится ведьмак вот он секрет раскрыт детективы да 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 все оно есть в общем действительно странный очередная странная награда в мире в геймерском мире возможно знаешь типа ведьмак же получил больше всего на самая награждаемая игра же она теперь 150 сколько-то там наград она получила мне кажется ну там что-то по-моему было 153 что ли или мне кажется что 200 вот они подумали ну ладно раз она и так самая награждаемая то и фиг с ней да не дадим объем на нее но действительно странно не знаю я вот смотрю даже но как бы rocket league вовсе везде вообще они просто сидели рубились в rocket league так нам нужно еще пару игр чтобы заполнить список там что-то фоллаут какой-то выходил да давай норма еще главный херстори поставить да вот и batman arkham knight ну правда неужели в британии больше нет игр британии нет ни одной игры да только batman arkham на отвратительные просто и горитонет максимально отвратительная игра ну то есть в этом списке наверно худшая мне кажется игра но даже худше наверно херстори в которой я не играл но я хотя бы верю в инновационность каким-то образом да но она специфическая такая да вот и кстати да вот я увидел металл гирсоль где где мгс-5 и и мгс-5 вообще и мак-3 они вообще ну как бы они чё там вообще упоролись что да в rocket league играют ну реально гоняют там rocket league first story ты правда там все играли в rocket league а какая-нибудь защитница женщин пришла и сказал вот херстори должны вы впихнуть потому что иначе это будет типа против женщин и все такое интернете и впихнули херстори а может быть ведьмака нельзя потому что там девочек нет есть же во все ведьмаке же или играть играть за девочек разве мне казалось спойлер там вроде есть эпизод где можно играть за а там можно же играть за женскую я вспомнил они почитали статью полигона узнали что там нету темнокожих игру не котирует в британии точно да все все мы все разве мир катится в тартарары да вот ладно а в batman не есть темнокожие куда вроде должны быть да ну чё давай поехали поехали все хватит мусолить эту хватит чушь которая произошла да ну что да я увижу это моя да это просто баф ну что перейдем к нормальным новостям в overwatch появится соревновательный режим неожиданно и приятно скажем так появился если быть точным да проще говоря ранкет да да проще горе ранкет сейчас поподробнее но закрытую бету overwatch добавили новый режим он называется competitive play и предназначен в первую очередь для тех кому хотелось по-настоящему испытать себя то есть для вас competitive play доступен только для персонажа персонажа от 25 уровня нам пока не светит потому что у меня там не помню 10 что ли да мы же 11 что такое они станут участниками рейтинговой системы разделенный на пять уровней свою очередь каждый уровень у каждого уровня есть 5 подуровней по которым можно перемещаться соответственно зарабатывая ранги то есть получается 25 позиции 5 на 5 25 то есть от самого бомжа до самого топового трейсера он же просто супер супер трейсер топовый поповый трейсер соответственно можно перемещаться по ним по подуровням зарабатывая ну ранговые баллы и соревнует с другими участниками со всего мира пока blizzard только тестирует competitive play и планирует запустить ранить рейтинговую систему вы не поверите в полную мощь только когда зареализится игра что вполне себе логично да открытое тестирование овервотча стартует в начале мая в середине или в конце девятнадцатого игра выходит уже я не помню уже но да уже совсем скоро да напомним что игра не free-to-play для тех кто мечтал об этом не получилось но там она и стоит то что-то на стоит два куска по моему как обычно ну то есть нормально нормально на фоне это не 4 на фоне quantum break уже все стоит дешевле вот при при всей моей любви quantum break вот ничего не поделать с этим к сожалению вот выруч великая игра в этом сможете убедиться попробовав ее на как минимум открытом бета-тесте самом деле ожидаемая новость что в игру запилят какой-то ранг и режим для специалистов профессионалов но это нормальная история потому что это же blizzard ну и blizzard не может выйти игры в которой нет этого этому лестнице мультиплеерная игра которая сейчас без ранг это просто никуда ну да и дмит ранг нужен одно дело ты катаешь нам бесконечно можно играть просто в кэжуал условно а потом ты хочешь уже я хочу прокачку больше бризов я хочу тиму собрать ну и начинаешь да уже такое типа заморачиваться играть в competitive play довольно любопытно и надо надо попробовать надо очень быстро прокачаться до 25 и смотреть да ну а мы перейдем к играм которые возможно восстанут из играм которые никому не нужны я бы это так или восстанут из пепла дело в том то что если верить mcv у игры фейбл legends отмененный в прошлом месяце все же есть шанс добраться до релиза источники издания утверждают что компания microsoft обсуждает сотрудниками студии lionhead вопрос о завершении разработки то есть людей вроде бы типа уволили но возьмут обратно по одной из версий издатель предлагает ряду работников lionhead основать независимую студию и довести фейбл legends до релиза по другим данным права на игру могут передать сторонней команде официальных комментариев от microsoft по этому поводу еще не было напомним что о прекращении разработки фейбл legends издатель объявил в начале марта тогда же microsoft начала обсуждать сотрудниками lionhead закрытие студии то есть вот ваши вещи но игру пожалуйста доделайте в общем странная история я ехал сегодня и думал а нужен ли фейбл легендс вообще нужен ли нам фейбл серьезно вот это как история со следующей игрой но это отдельная тема да но вот серьезно нужен ли кому-то фейбл легендс серьезно вот если так подумать кому нужен фейбл легендс кто купить фанатам фейбл их не так много но они просили там петицию какую-то писали или что-то типа того а сотрудники sony купят да которые работа устраивает сотрудников лайнкад я я вот не знаю она вроде прикольная но обилие этих игр которые сейчас уходят в мультиплеер просто нереальное количество и здесь раньше ты мог спокойно жить и такой знаешь что есть там парочка мультиплеерных игр в котором ты играл кс-очка какой-то три арена анрил чик не ну кс-там я не знаю battlefield call of duty когда выходили все эти годы то есть эти много уже три пониже а сейчас их столько час так много игр которые уводят вас в онлайн и соответственно пожирают больше вашего времени ну то есть соответственно потому что чем больше вы но чем больше привязка к онлайну к взаимоотношению с другими людьми через онлайн всякие рейды там не даже компетитив игры мы все равно этого это отнимает кучу времени сейчас вот фейбл легенд еще одна такая игра при том что у нас есть овервотч у нас есть батлборн у нас есть парагон у нас и я не я вообще молчу про все которые уже есть там типа но за у тебя была твоя родила батлфилда дота на лол и далее то есть это я и про те что выходит for honor на дивизион rainbow six siege просто нереальное количество и тут фейбл легендс он реально где-то там в конце очереди стоит такой там что-то мерзнет за мной не занимается 30 до и такой за мной не занимать реально я не против себя мне нравится в принципе вселенная фэблс она фейбл она забавная она прикольная но еще одно то есть это реально вот для core фанатов вселенной но то есть я других причин играть в эту игру не вижу мне кажется она просто ну то есть у нее даже держалась она слишком задержалась тогда когда ее делали у нее должен был быть дичайшая должен быть дичайшая первая компания чтобы люди вообще в нее их захотели играть то есть иногда из каждого из каждой микроволновки должны говорить про фейбл легендс а сейчас она выйдет и она ну будет очень но очень нишевая и ну не знаю как то с другой стороны кучу денег потратили на нее по идее надо уже доделать и уже можно добить просто выпустить там вот она же free-to-play если не ошибаюсь вроде бы да в ней должны были быть какие-нибудь транзакции и прочее ну да да ну то есть блин я не знаю с одной стороны очень жалко фейбл легендс потому что они так прям вот она будет классно там то все показали геймплей он был прикольный анимация мне нам нравилось тогда но что-то вот и где и сколько ждать еще в общем жалко немножко грустно за фейбл легендс но ничего не поделать потому что блин уже ее время реально уже прошло тем временем тем временем внезапно дебютный трейлер игры seven days to die от telltale и iron iron galaxy вчера студия подожди 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 куда вчера студия telltale рассказала о том что она вчера жена да да она вчера стала издателем что она будет издателем и будет издавать игры подразделение новое будет называться telltale publishing которая займется изданием игр намеки на на первый проект уже появились у них в твиттере они выложили пару картинок и написали там типа снятся ли вам кошмары готовы ли там вы которые никогда не заканчиваются какие-то скриншоты с голыми мужиками вот потом чуть позже стало известно что это оказалось игра seven days туда которая в 2013 году вышла на пк и вот теперь она в 2016 добралась до консоли ощущение как будто это японская игра потому что обычно японцы так долго что-то издают на на западный рынок но не суть эта игра симулятор выживания от студии the fun pimps entertainment это на самом деле игра 2013 года в духе вот вы там типа выживаете строите домик ну все там ребята вдохновлялись майнкрафтом как бы сделали свою выживалку которых сейчас но тоже приличное количество и разве что на консолях их не так уж много на пока куда ни плюнь там уже уже даже спала эта волна был момент типа год назад и сейчас продолжаю но в год назад прямо очень мощным было то есть вот этот арк survival evolved forest и всякие вот эти дэйзи ну понятно как основатель вообще этого жанра ну условно основатель жанра естественно самый популярный который так никак не выйдет из раннего доступа мне кажется когда дэйзи выйдет из раннего доступа мир схлопнется игровая индустрия да и вот это еще одна такая игра единственное я думаю что она будет лучше в своем виде потому что здесь есть лук во всяком случае в трейлере не знаю это причем забавно я где-то читал вчера еще до того как стало известно что это за игра что тейлтейл говорили что мы типа будем издавать и лучшие игры в нашем жанре или как-то так или это просто я неправильно прочитал возможно было ощущение что лучшие игры то ли в нашем жанре то ли лучшие игры в вообще в жанре я не знаю неужели это лучшая игра в жанре в каком бы то ни было но то есть трейлер офигенный потому что трейлер это мини-фильм мини-фильм про мужика который выживает вот скриншоты может показать и игра выглядит как игра 2013 года естественно вот давай это это знаешь это карим когда нет это даже какой-то элдер скролл один из первых только с хэдо текстурами посмотри как этот мир прекрасен как говорится ну зомби опять таки бомж с дробовиком и техас какой-то я так понимаю мои скромные познания в географии есть коллаж есть коллаж да уже плюс ну довольно забавно появился повод вообще заговорить об этой игре который наверняка многие даже не слышали ну а вот кто-то пишет кривая она я не пробовал честно скажу я что-то помню ну да мне казалось она довольно того эти эти выживальщики они всегда меня интриговали но никогда не на не интриговали настолько чтобы попробовать вот хотя я пробовал как-то я пробовал дайзи да еще и ван зет ван есть еще есть этот еще что-то там еще какая-то письюны это какая игра была то ли forest то ли там их две есть forest а вторая где там у тебя типа раз раз еще раз есть в общем я примерно похожие игры да еще есть division с dark zone и который в принципе тоже выживальщик как-то как-то черт его знает ну то есть не вижу конечно же группа стриме куда мы денем выйдет новый релиз новый релиз 2007 новый релиз на консоли какого там третьего ну вот выйдет на консолях я думаю а еще каллинг вышел вот новый сейчас в доступе находится в общем посмотрим есть эта проблема сравнивать не с чем потому что я в эти выживальщики очень я очень много их смотрел как люди играют очень мало сам играл потому что это как нами с dark souls в истории то что всегда интересно смотреть как человек будет выживать и умирать вот и тут примерно та же история в общем посмотрим когда она выйдет мы ее наверное постримим ки новый релиз новые релизы мы стараемся по большей части стримить вот не все же far cry 1 играть но бы не ну ты прав при но мы его скоро закончили уже скоро закончить его скоро мы его закончим в общем фиг знает я я правда не знаю вот эти сейчас вот какая-то волна вот этих игр клонов я не ну понятно игра 2013 года или сложно назвать клоном потому что она наоборот была то что популярно естественно да но то что популярно сейчас какой-то дичайший знаешь как будто они все у них знаешь они собираются такие сидят но все разработчики круглый стол всех разработчиков нет самых главных теневых разработчиков которые решат что за игры будут разрабатываться на ким графон и источники рассказали что в ближайшие несколько лет все будут покупать игр про выживание давайте придумаем 10 игр про выживание которые мы сейчас сразу все сделаем вот то же самое это я слышал что скоро ниша который занимает team fortress 2 освободится давайте сделаем десяток одинаковых игр и пусть одна из нас сделает хорошую игру давайте давайте кинем давайте типа кинем жребий кто же сделает лучшую игру из нас ага вы жребий выпал blizzard окей такой знаешь ну реально ну то есть такое ощущение правда потому что просто тоннами валятся однообразные игры ну каждый пытается успеть занять это не ну понятно безусловно понятно как это работает но как вот мне иногда как это игроку еще хочется мыслить и как игрок я вообще не понимаю астрологи объявили год team fortress да серьезно количество овервочей зашкаливает вот ну ладно поехали поехали дальше а дальше игра которой я не знаю слышал ли кто-нибудь но знаешь я сначала не очень хотел ну то есть я тоже такой что тут что такое ну наверное какая-то интересная игра но потом я зашел почитал комментарии и увидел чтобы там люди о да наконец хотя может это был сарказм такой двухъярусный трехъярусный сарказм вот я решил ну наверное кто-то помнит об этой игре и она им нравится давай расскажем мы сразу предупреждаем вам я не играл во первую часть я не играл во вторую часть мне вообще по названию казалось что что-то что-то нас нет не масс эффекта как вы праву про ужастики какие-то но нет но не суть полетели французская студия суши суши взялась за продолжение фир эффект в рамках программы square enix коллектив собирать деньги на создание игры известный как фир эффект с 1 решено с помощью кикстартер компания должна начаться 12 апреля разработка проекта обойдется в 100 тысяч евро оригинальный эфир эффект вышла на оригинальный эфир эффект фир эффект вышла на playstation в 1999 году черт знает когда ее созданием столько не живут до 17 лет назад почти уже не суть ее созданием занималась кронос digital entertainment в качестве издателя выступала компания adis interactive в которую в 2009 году купила square enix события игры разворачивались футуристическом китае а история была посвящена преступникам разыскивающим дочь местного бизнесмена я блин компания суши французская компания суши делают игру про китай китай да а сюжет очень похож на один российский фильм недавно вышедший который я не смотрел но знаю что там примерно такой сюжет вслед за первой игрой появился приквел фир эффект 2 ретро helix посвященные первой встречи героев оригинала афир эффект цена будет не экшеном как предыдущей части а изометрической стратегии с пошаговыми боями ближайший ориентир shadow run returns в новой игре можно будет управлять одновременно пятью персонажами кроме того разработчики обещают возвращение героев оригинальной игры если кикстартер компании окажется успешной то фир эффект цена выйдет в следующем году вот мне в этой новости 2 нравится две вещи мне нравится стиль визуальный и мне нравится ну там видимо там веет не не хило так киберпанком насколько я вижу что то как то не очень по киберпанк но можно еще раз в трейлере вообще ничего не понятно там просто показано трейлер напоминает тринадцать игру икс но потому что сэл шейдинг да но потому что на не так много игр ну да и женщины женщины и сэл шейдинг все что надо в общем да и то что это будет пошаговая игра с кучей персонажем как shadow run returns мне нравится концепция поэтому я даже я почти уверен что даже в него поиграю потому что таких игр немного но хочется тут другой момент и как я вычитал только что фир эффект будет не экшеном то есть видимо предыдущие части были экшеном предыдущие были экшеном а это будет пошаговая игрой типа shadow run returns это прекрасно окей ждем я ждал кидайте деньги мне интересно но вот старые шоу 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 фир эффекты меня вообще меня прошли знаешь я даже поищу фир эффект я хочу оригинальный увидеть может покажем всем ну сейчас я сначала посмотрю можно ли по можно ли да пока это такое показывать людям все-таки 1999 год ты понимаешь многие не готовы к такому так ну это скриншотики видео посмотрим пока павел ищет видео где фир эффект голый да да фир эффект голый бесплатно без sms но стилистика тоже сэл шейдинг то есть ничего не изменилось но выглядит конечно смешно а видишь она была да она была экшена 3 она была как resident evil ну да не от 3 скорее да какая с закрепленной камерой о перекаты река девяносто девятом были уже перекаты но ничего так интересно да нормально в общем мы посмотрели зрители зрители в недоумении они же дети вот ладно поехали дальше к следующей новости да в хейло 5 добавят зомби режим все-таки фу хейло 5 скатилась но нет нет не но нет кстати те кто любит хайло они наоборот скажут о наконец таки да потому что этот режим на самом деле был уже довольно популярен разработчики хайло 5 объявили что в этом году в игре появится режим инфекшн суть этого режима просто сифа в общем да один игрок становится зомби который должен заразить других участников матча остальные должны избежать заражения и постараться прикончить зомби ну логично точную дату выхода режима инфекшн для хейло 5 разработчик пока не называют но напомним что этот режим уже был доступен в хейло 3 и в хейло рич и пользовался среди игроков большая популярность да паша подтвердит я подтверждаю я даже видео классные смотрел со всякими лупами и прочим вот когда там когда кто-то куда-то засел там очень хитро убивает ну в общем но многие растут а заразить как ты не играл а я мультиплеер хейло очень нет я лично по моему мнению возможно я не прав скорее всего но ноги растут из модификации к call of duty counter strike там был такой режим зомби суть в чем ты появляешься на карте да даст и там проще правда не были несколько модифицированы чтобы можно было куда-то залезть и оттуда отстреливаться все появляются но один из них заражен через пять секунд он становится зараженным у него становится 200 хп и он движется несколько быстрее как только он кого-то бьет тот превращается в зомби в этом принцип и суть команде зомби победить выживших или выжить тем кто или убить в те кто не зомби они могут убить всех перебить всех зомби они тогда выиграют это было жутко весело криво но весело потому что карты были прикольные они там какие-то были хитрые знаешь балкончики на которых все вот так вот стояли там вниз пытались отстрелить потому что зомби двигался зомби мама двигался намного быстрее убить его один на один было довольно сложновато вот если толпа его мочила плюс у него реген еще был и оттуда насколько я помню в принципе это все и пошло безумная популярность мы даже тогда думали что на left for dead которые анонсировали тогда как раз был анонс первой части мы думали что это будет примерно то же самое но оказалось не совсем но и в принципе режим инфекшн вот потом перекочевала и в хайло потому что там можно было за счет внутреннего редактора можно было эту механику сделать видимо сначала начали появляться любительские модификации вот с этой темой потом это разработчики взяли это на вооружение я ну я думаю что так было я точно жнику вот и суть такая же то есть один из них зорби ально он типа у него только милишное оружие рожанично да вот и всех кого он шпакает превращаются в зомби и ну вот в общем вкусе у меня укусе до меня меня откусили ближайшее время помимо зомби режима ближайшее время также выйдет обновление госов меридиан для хайло 5 которая добавит в игру две новые карты это тиран для режима арена из кирмиш от dark star для warzone вместе вместе с обновлением игроки получат новые комплекты брони экипировки и прочие приятные и не очень мелочи вот так что для всех кто играет в хайло 5 и любит быть зомби возрадуете не зомби режим это прикольно это всегда весело да он вносит в любое коррективы и до любой игре если ты хочешь сделать свою игру чуточку лучше добавляешь что добавлять щепотку зомби и не взбалтываешь и вот и подаешь на стол поехали к следующем зомби который больше зомби которые немножечко перенеслись даже до капком оба капком опубликовала новый видеоролик шутера umbrella corps во вселенной resident evil новое видео посвятили настройки оружия и экипировки наемников и игрокам будут доступны и десятки разнообразных аксессуаров для оружия противогазов бронежилетов и другой экипировки которая к тому же предложит покрасить в разные цвета или нанести на нее логотипа ну в общем как обычно кастомизация во всей красе umbrella corps выйдет на пк и playstation 4 21 июня хотя ранее релиз мы планировали на май так что перенос небольшой игроки смогут сражаться как с другими наемниками так и с монстрами мутировавшими под воздействием вируса на выбор предложат несколько режимов о которых мы писали ранее в общем ну вот ну нам кастомизация такая типа в основном то есть там есть и наружи на посмотрел там немного слотов для кастомизации оружия зато раскрашивать но раскраска вовсю полной конечно просто там я посмотрел там можно таких тварей вот вот такую тварь ну да прицел на глазу это такой pvp pve то есть по карте бегают мобы обычные зомби и идет сражение в pvp то есть на вас внезапно может нас на постей зомби и реальный игрок если я правильно симпатично посмотрим что получится сейчас опять же как мы уже говорили много дать мэра роботой до мультиплееров очень много но по геймплею она кстати выглядит очень интересно динамично она бодренькая да я я хочу посмотреть как она играется попробовать точно я я хочу не знаю насколько затянет но но интригует пока дар интригует вот потому что там если вы в курсе там есть три стороны то есть вы ваши враги и еще зомби вокруг и вас на спине теперь рюкзачок который какие-то волны испускают что зомби вас не трогают но если этот рюкзачок повредиться на вас еще и зомби нападать начинают очень довольно интересная тема я даст ну так не то чтобы ожидаю очень сильно но с любопытством поглядываю за ней вот симпатично поехали дальше к империи и хаосу может нет 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 империя и хаос должны империи ворваться в нашу хорошо подожди я не открыл себя ты все перемотал я уже вот это нет это молодец а заголовок-то я не прочитал империя сражается с хаосом да в новом ролике total war warhammer ты прав павел ты прав все верно компания sega и студия creative assembly на представила новый ролик стратегии total war вархаммер посвященный игровому процессу 18-минутном видео разработчики проекта комментируют битву разгоревшуюся между империей вы не поверите и хаосом вместе с тем в ролике пока показали отряды господи покусал меня паша вместе с тем в ролике показали отряды приспешников хаоса от обычных воинов хаоса и грабителей хаоса до великанов хаоса и пушек хаоса превращающих души в энергию хаоса опасную для противников я немножко конечно преувеличил наличие хаоса во всем этом но он там есть но там точно есть загружаемый набор воины хаоса разработчики хаоса к слову подарят всем кто оформит предварительный заказ игры хаоса total war вархаммер хаос выйдет в россии 24 мая 24 хаоса я не смог остановиться угадайте где я словом хаос ставил не в тему вот но это вархаммер и это total war да что тут скажешь мне кажется фанаты вархаммера будут рады меня я уже не могу я сначала когда эти трейлеры выходили я их все смотрел потом их стало так много и они блин такие длинные что их там типа но за пять минут не посмотришь и реально все время выходки кита сегодня вышел новый трейлер через неделю вышел еще один трейлер показывающий там теперь мы вам покажем вампиров теперь мы вам покажем воинов хаоса будь они неладные там и так далее я любил в молодости скажем так total war играл очень много в total war ром вот я любил в детстве вархаммер дарк омен дико тащился с него просто дико играл в него просто очень много мне очень я очень рад что выйдет стратегия в фэнтезийной вселенной вархаммера не в 40 к 40 камня как-то не так близок почему тебе больше нравится в общем мне почему-то мне почему-то фэнтезийный вархаммер ближе вот ну это все это нормально это чисто вкусовщина то есть 40 камня например в средневековье такие тематики не очень заходят я люблю больше вот как смотри космические темы вот тебе больше ну да просто в со время я когда играл в даркомен он был очень крут своей необычностью потому что у тебя не надо для меня это было необычно в детстве потому что это было стратегия где не надо ничего строили ничего делать я просто есть солдаты ты можешь то есть менеджмент твоиха твоя армии в процессе там ты можешь нанимать каких-то чуваков ты можешь там встречать каких-то чуваков договоришь что очень прикольно там был еще сюжет как бы такой типа у тебя был маг маг у тебя было проще как и величина donc это не армия магов у тебя был один маг один который мог там кастовать какие-то страшные вещи. Тебе надо было его все время защищать. Тактическая такая тема. Да, тактическая, чисто тактическая стратегия. И, блин, я когда узнал про анонс Total War Warhammer, я почему-то дико обрадовался. Не, ну выглядит вообще вкусно. Хотя в Total War уже несколько частей пропустил. Мне кажется, фанаты будут просто... Да, им... Огромные толпы этих чертей Огромные толпы чертей, да, и надо сталкиваться. И главное, я вам что скажу. Когда игра выйдет, а это будет 24 мая, мы обязательно замутим стрим-марафон. по этой игре, и будем просто целый день... Сталкивать, целый день будем сталкивать. Целый день будем играть в компанию, может быть, даже мы с Пашей против друг друга покатаем. Ну, это вряд ли, но... Ну... Мне кажется, ты меня укатаешь. Да я не так... Слушай, я... Но ты хотя бы играл, я вообще... Я в Total War не играл уже, ну, не знаю, лет 5, наверное. А я вообще в Total War не играл. Или даже больше. Ты вообще не играл в Total War? Не, у меня... Они же всегда довольно требовательные были, у меня это... Ага. Ну, опять же, моя... А я у друга играл. Ну, моя небольшая любовь к Средневековью, и вот древностям все-таки меня отталкивало от Total War, потому что там в основном было про старое. А я люблю, когда огромная какая-нибудь туша космическая пролетает, стреляет лазером в роботов. Total War Cosmos. Да, вот. Total War Call of Duty. Я жду, когда Вархаммер, например, 40-ти... Я хочу Total War Call of Duty. Да, да. Но, кстати, в одном же Black Opsе был режим, когда сверху управляешь этими... По-моему, в... А во втором Black Opsе был этот режим? Во втором, когда ты управляешь, вот. Слушай, я вот мне... Как Hell of War... Этот режим там мало ты управляешь, но в основном сам бегаешь. Ну да, но иметь в виду, что зачатки есть. Ну да, да, зачатки, стратегии там есть. А вот маг, смотри, от кого-то убегает, лепетывает просто такой. За ним другой маг. Ну, там что-то какая-то в погоне, да. И на них... Это похоже на драку фанатов. Да, да, фанаты дерутся. Из-под тяжка выбежали. Total War... Фанбойс. Нет, Total War Firms, знаешь, такие фирмы, такие, друг друга, месят, такие. Я за Манчестер, а я за Спарта. И такие, да, да, да. Ну, это смешно, да. Возможно, когда-нибудь что-то такое появится. Есть же Ваха в космосе стратегия? Да, да, есть, конечно. Ваха в космосе? Я в ней играл. В 40к в смысле? А, ну да, да, конечно. Есть Ваха в космосе. Мы сейчас про Total War конкретно говорили. Паша говорил, что ты не играл в Total War, потому что я слабый компьютер. В общем, ждем, будет обязательно марафон, будем играть, обсуждать, наслаждаться. И закидывать фаерболами. Да, и закидывать, и смотреть, какой там будет сюжет. А, вот я еще хотел спросить, насколько вот... Ты же любил настолки? Ну, то есть ты в них шаришь же? Ну, так, поверхностно. Ну, играл. Ну, да, конечно, периодически поиграл. Вот Total War и Warhammer, он как бы приближает любителя карточных... Точнее, не карточных, а настольных баталий, нет? Нет, нет, там совсем другая история, да. Ну, то есть... Нет, 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 тут у тебя просто есть армия, и ты ей управляешь. Ну, это да. Нет, ну, там тут тоже тактика все такое. Нет, ну, на мой вкус, это вообще далеко от настольных игр, тех, которые я люблю. Там совсем другая история. Окей. Ну, ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Я надеюсь, мы смогли насладиться малышами, бегающими по заснеженному... Ну, выглядит красиво. Да, масштабно. Масштабно, конечно. Я люблю масштабные стратегии, это хорошо. Будем с тобой, знаешь, что я будешь мне говорить, так, туда иди, я туда. Построение черепахой. Да, да, да. Окей. А дальше у нас, любимая всеми вами Call of Duty. Activision и Treyarch показали тизер дополнения Eclipse для Call of Duty Black Ops 3. В ролике показали одну из новых карт для мультиплеера Rift. Это арена. Сейчас, потерял. Эта арена представляет собой военный комплекс, расположенный прямо над жерлом вулкана. Вот так вот. Вот так вот оно. Вот так вот. Вот оно как. Вот так. Кроме того, дополнение добавит в оригинальную игру еще три карты для сетевой игры и одну локацию для зомби-режима. В мультиплеере поклонники Call of Duty Black Ops 3 смогут побывать на суборбитальной станции. Вот так вот. Вот оно как-то происходит. В Шаолиньском храме и военном лагере. А в кооперативном режиме они отправятся в Тихоокеанский остров, заполненный зомби. 19 апреля Eclipse появится на PlayStation 4. Последнее дополнение станет доступно владельцам... А, позднее, последнее. Читает, разучился. Позднее дополнение станет доступно владельцам других платформ. Ну, у них там, в общем, договоренности, поэтому появятся пораньше. С PlayStation, ну, есть партнерка и дополнение именно по Call of Duty. И там выходит все раньше. Вот. Может быть, даже выстрелим что-нибудь. Обязательно. Новые карты обязательно покажем. Ну, и, скорее всего, там будет комплект нового оружия. Знаешь, там будет нюктаун сплошной. Ну, да. Такое тоже может быть. Да, поскрываем ящичков, вероятно, да. Приятные новости. Да, Call of Duty новое дополнение. Наслаждайтесь. Да. На этом основной блок закончен. А, на этом, да, у нас сегодня коротенькие новости, кстати. Если вы вдруг рассчитывали на 2 часа веселья, то нет, извините. Сегодня не этот день. Сегодня у нас все скромно. Перейдем к другим новостям, которые Паша спойлерит раньше времени. Технологии. Apple Pay может появиться в России в конце 2016 года. До конца года этого Apple планирует запустить в России сервис Apple Pay, который позволит оплачивать покупки с помощью смартфонов iPhone и умных часов Apple Watch. Как сообщают... А, кстати, все iPhone это поддерживают? Даже самые старые? Нет, мне кажется, по-моему, в новеньких только. Только в шестых ты имеешь в виду? Не могу. Тебе точно сказать. Ну, то есть... Нет, в тех, у которых есть Touch ID. То есть это с 5. Нет, это не обязательно. Ну, вот, там даже в новости об этом написано. Ну, там не обязательно. Как сообщает Известие, компания уже ведет переговоры с такими банками, как Сибербанк, Альфабанк, Райфайзенбанк, Бинбанк, Тинькоффбанк и ВТП-24. Apple Pay позволяет привязать к смартфону банковскую карту, чтобы оплачивать покупки с помощью мобильного устройства. Для совершения операции достаточно поднести гаджет к терминалу с поддержкой технологии NFC. Это технология, которая считывает, которая считывает, как сказать, по воздуху все. То есть это вы подносите свой... В некоторых картах есть такая технология. Она условно как Wi-Fi работает. И вы подносите свою карточку, и она считывает с него информацию. Я, знаешь, я бы назвал это Wi-Fi-инфракрасный порт. Да. Потому что расстояние, на котором оно работает, примерно равно инфракрасному порту. Расстояние очень маленькое, да. Суть в том, что это быстро происходит, быстрая оплата, без какой-то верификации чаще всего. Вот, вы просто подносите, оплата происходит, и все. В пятом, вот, говорят, этого нет. Ну, то есть, да, в пятом не было NFC-технологии. Да. Подтверждение платежа осуществляется с помощью дактилоскопического датчика Touch ID. При его наличии. Apple Pay уже работает в США, Канаде, Великобритании, Австралии и Китае. Samsung, тем временем, собирается выйти на российский рынок с похожим платежным сервисом. Чуть раньше, в середине 2016 года. В отличие от системы Apple, Samsung Pay позволяет работать не только с NFC-терминалами, но и с обычными устройствами для считывания карт с магнитной лентой. Это довольно интересно. Это более подходящее для нашей страны. Я бы, единственный момент, я бы все-таки разрешил это только устройством с датчиками. Ну, не конкретно Touch ID Apple, а вот всеми датчиками, которые дополнительный жест нужен. Почему? Потому что, если с твоего телефона можно на расстоянии снять деньги, это можно... Хакать? Не хакать, ну и хакать. Ну, короче, больше вариантов к списанию у тебя денег без твоего разрешения. В США, Канаде, Великобритании, Австралии и Китае уже об этом подумали, если запустили. Ну, понятно. То есть, наверняка есть какие-то тонкости, защищающие тебя от этого всего. Потому что, когда твой палец прижат, ты все-таки как-то это подтверждаешь. Что у тебя быстро получается. Возможно, так и будет. Ну, там и написано, что, в принципе, надо подтверждать. Да. Возможно, так и будет, вероятнее всего. Я просто не знаю, как это там за рубежом происходит. Но я думаю, что если они там и покатали, никакой большой проблемы нет. Это вообще NFC-система очень крутая. Если у вас есть карточки с NFC, я вам рекомендую крайне пользоваться. Это очень удобно. Да, да. Это дико удобно. Проблема только одна. Не везде есть эти терминалы. То есть, в Москве... Пока не все поддерживают. В Москве очень много. То есть, в подавляющем большинстве мест есть эти терминалы. Но есть все-таки места, где их нет. Вот. Тем временем... Хорошая новость. Не, ну, это такая, типа, технологии шагают по миру. Наслаждайтесь, друзья. Приятно. Будущее все ближе и ближе. Да. Будущее становится настоящим. Да. Но есть, конечно, проблема, если у тебя сперли твой телефон. Вот. Вот опять же, если через тач-айди, то... И твой палец. Знаешь, вот это тот же такой момент, я подумал, в случае, когда условно у твоего виска держат пистолет, никакой уже тач-айди, никакие суперзащиты. Только кнопка взрыва твоего телефона поможет тебе спасти свои... Если ты думал, виска держат пистолет, тебе плевать, украдут у тебя деньги или нет. Ты думаешь об этом в последнюю очередь? Нет, условно, под угрозой уже никакие защиты. То есть, тебе просто по лицу дадут и скажут, прикладывай палец. Или отрежут твой палец и приложат. Ну, отрежут. Ну, мне кажется, мертвый палец. Хотя он некоторое время еще держит кровь. Какая разница? Там же... Но там... Там не по отпечатку разве? Я думаю, там несколько... То есть, насколько я понимаю... Разогреют в микроволновке, если что. Ну, вот, да, 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 да. Так что там нужно как-то, чтобы палец был живой. Мне кажется, мы сейчас какие-то преступные схемы придумываем с тобой в прямом эфире. Ну, просто в случае, когда вы находитесь в опасности, там уже в любом случае... Ваш палец в опасности. Уже никакие защиты не помогут. Срочно оденьте свой палец в зимнюю одежду и выпустите его погулять. Ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Немножко новостей кино сегодня. Капельку. Капелька. Ну, кстати, не немножко, но достаточно. В нашем распоряжении, в игромании, оказались российские постеры фильма «Варкрафт». И мы спешим поделиться ими с вами. Ну, поделились, на самом деле, вчера, но мы спешим, потому что мы можем только сегодня. Да, да. Все они посвящены персонажам грядущей картины. Королю и лидеру Штормграда Лейн Рину, Леди Тарье, чернокнижнику Гул' Дану. Гул' Дан. Гул' Дан. Вождю клана Северного Волка Дуротану и другим. Напомним, что действие экранизации развернется во времена Первой войны. В фильме покажут встречу людей с орками, а также вторжение орды в Восточные королевства. Режиссером фильма выступил Дункан Джонс. Вчера, я, по-моему, уже все это проговаривал, ну ладно, когда был трейлер. Какой трейлер? А, не вчера, позавчера. Был трейлер, который еще на сайте не загрузился. А, это-то да. Да, исходный код. А главные роли исполнили Трэвис Фиммелл, Викинги, Бен Фостер, Игоря Ноллшторм, Тоби Кэббл, Рок-н-ролльщик и Пола Паттон, Миссия невыполнима, Прококол, 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 Прококол Фантом. Российская премьера фильма состоится 26 мая. Ну, давай посмотрим на картиночки. Ну, постеры я вчера смотрел еще и такой прям... Ну, знаешь, такая диванный маркетинг. То есть, если бы я пытался продать этот фильм в России, то я бы использовал, наверное, вот этот постер. Ну, знаешь, там, на остановках, в метро. Вот этот, потому что женщина. Ну, он... И вот этот, потому что актеры... Ну, покажем. Потому что этого актера более-менее могут узнать. Да нет. Потому что все остальное... Я его не узнаю. Ну, то есть, вот тебе покажут вот это. Я бы использовал вот это. И подумать, но... Это очень крутой пол. А, Avatar 2? Это очень крутой пол. Это, знаешь, это лучшая ассоциация, которая может быть с фильмом Avatar 2. Потому что Avatar 1 набрал просто тонны денег. Очень крутой. Мне издалека кажется, что у него вот здесь вот сбоку рука. И он такой, знаешь, типа... Йоу, да, вот это делать что-то такое. Йоу, чувак! Такой че... Давай воевать! Вот, не, ну... Этот вообще на пафосе такой. Этот на пафосе? Не, мне нравится. Слушай, он как будто записал новый альбом. Альбом, да. Рэп-альбом такой. Это этот, как его... Как его зовут-то? Кенни Вест. Кенни Вест. В новом прикидке. Кенни Арг Вест. Да. Мне нравится реально вот этот постер с актером, которого, кстати, легче всего узнать, потому что это рок-н-ролльщик. Секси-зеленушка. Вот этот, левый, левый. Вот этот? Вот этот? Нет, выше. Вот этот. Вот этот. Это же рок-н-ролльщик. Да? Актер, который играл, он рок-н-ролльщик и смотрел? Я смотрел, правда не помню уже, но... Ну, там чувак, который, собственно, рок-н-ролльщик и есть, это, по-моему, он. Ну, судя по гриму, я так вижу, выглядываю. Да. Он мне нравится вот этот. Гул'дан мне не нравится вообще. Да, он страшноват. Он стрёмный и реальный. Я бы не стал пиарить фильм. Ну, только на детский плей. Ну, он выглядит вообще как бог. Этот отличный. Но там ниже ещё есть хороший постер. Ну, только почему-то ему солдат приделали внизу. У этих никого нет, а у него солдат. Вот этот неплохой постер. Нет, то есть есть очень хорошие постеры, а есть какие-то непонятные. Знаешь, этот постер, такое ощущение, что ей голову перевернули. У нее руки так повернуты, что ей перевернуть голову и ничего не изменится, знаешь? Так если не усматриваться. Ну, и этот очень хороший постер, который все уже видели. Да, который, ну, тоже, мне кажется, для пиара вполне подошел. Мне больше всего вот этот нравится. Не знаю, он такой мужчина. Мне не нравится актер этот. Серьезно. Внешне. Этот мужчина не в моем вкусе. Он, правда, частенько злодеев играет. Мне больше вот зеленый мужчина нравится. Он больше в молодости, знаешь. Вот, нет. Зеленый мужчина. Вот этот коричневый. Этот коричневый мужчина мне нравится больше того вот блестящего. Похоже на одного из боссов в любой игре. Варкрай Праймал. Только у него зубы еще. Похоже на одного из боссов в Варкрафте. Да. Похоже на одного из персонажей в Варкрафте. Неожиданно. Вот. В общем, симпатично. Да, симпатично. Смотрите на всех постеров. Да, симпатично. Достойных фильмов. Один вообще великолепный. Это Луна. Вот. Второй исходный код, который поразил меня тем, что он оказался неотвратительным. Ну, то есть... Нет. Там была такая завязка. Я начал смотреть фильм. Такой думал, блин, он что-то скатывается в какую-то фигню реально. И потом... И вот после этого, когда было ощущение, что он скатывается, он начал все набирать, набирать, набирать. И к финалу меня порадовал. Вот. Довольно приятный фильм. Луна, если кто-то не смотрел, посмотрите. Очень крутой фильм. Там играет Кевин Спейси. Да, Луна, кстати... Да. Луна очень крутой фильм. Смотрите. Он в нашем переводе называется Луна 2115, что ли? Ну, 21-12. Что-то такое. Я не помню. В оригинале он просто называется Мун. Мун. Вот. Исходный код. Да. Ну что, поехали к следующей новости. Довольно веселый. Забавный, да. Да. Фанаты, как обычно, творят чудесы. Фанаты отжигают, да. Фанат Звездных Войн построил АТСТ в натуральную величину. И он даже шевелится. И он даже... Фанат так шевелится, естественно. Фанат еще шевелится, да. В чем история? Некий энтузиаст, пожелавший остаться неизвестным по какой-то таинственной причине. Хотя там на видео видно, где он живет. Но он где-то в поле, в чистом поле живет. А, видимо, чтобы не приехали к нему, да, фанаты. Построил разведывательный транспортный вездеход АТСТ из Звездных Войн. Натуральную величину. Автор проекта, выступающий под именем Куат. Это название планеты на орбите, которая по сюжету фильма находится. Крупнейшая судостроительная верфь галактики, между прочим. В общем, он тоже задрот. Да. Жесткий причем. Рассказал, что все характеристики машины он нашел в интернете. В интернете есть все, реально. Даже характеристики там. Да, шагоход высотой 8,2 метра. Сделан из металла, дерева и пластмассы. Модель АТСТ не способна сдвинуться с места, слава богу. Но умеет двигать пушки и издавать звуки стрельбы. Самое, собственно, главное, что есть... Вездеход оборудован двухместной кабиной с электроникой и элементами управления машиной, в которую можно подняться по лестнице. Собственно, звуки пушек и движения кабины производятся с помощью энергии, которая получается от солнечных батарей, которые приделаны к нему. Какая там кабина. Ну, довольно большая кабина, кстати. На двух человек. Двухкомнатная кабина. Двухкомнатная кабина, да, неплохо, неплохо. Заморочился, ну, заморочился. Ну, мягко, заморочился, это вообще... Правда, он там слева, по-моему, материнскую плату. Сказать, что он заморочился, не сказать ничего вообще. Потому что он какой-то вообще... Ему, мне кажется, надо теперь научить его двигаться и захватить мир. Захватить взвесную. Звезду смерти начинает строить. Да, походу, он сейчас скоро начнет звезду смерти строить. И вообще, пиши пропало. В общем, на самом деле, это такая фановая новость, которую мы посчитали необходимо с вами поделиться. Не, ну, черт молодец. А что сделал ты? Наиграл тысячу часов в доту, а мог бы построить АТС-Т и продать его? Ну, продать вряд ли, но построить можно. Продать, я думаю, что продать на изи вообще. Реально. Хотя да, продать даже, думаю, с самовывозом. Учитывая фан-базу, как бы, на Звездных войн, ты можешь продать такую штуку за кучу денег вообще просто очень легко. Да. Ну что? Продать людям, которые научат ее ходить еще. Да, научат ходить, летать и стрелять. Поехали к теме дня. Поехали к теме дня, вы не поверите. Мы поговорим немножко еще про Звездные войны. Да, еще больше Звездных войн. Богу Звездных войн. Мы слышали, вы любите Звездные войны. В сети появился первый тизер фантастического боевика Звездные войны Изгой. Напомним, что картина рассказывает о группе повстанцев, которые планируют выкрасть чертежи боевой станции Звезда Смерти. То есть, изначально утром появился... Тизер? Прошлым утром. Вот такой вот маленький короткий ролик на 10 секунд с штурмовиком. Больше ничего не было. Потом же... Блестящий штурмовик. Да, ближе к середине дня появился полноценный тизер. Тизер-трейлер. Уже полноценный трейлер появился. Двухминутный, где рассказывается о главной героине, собственно. Фильм, который в русском бракате будет называться Изгой-1. Звездные войны. А что не так? Серьезно, что не так? Вот отличная картинка у нас в паблике была или в «Играмое кино». Нет, не это отличная картинка. Это отличная картинка. Другая отличная картинка, что переводит «Капитан Америка», «Гражданская война» переводит как... Первый мститель противостояние все-таки. Да что вы не можете нормально перевести? Тут же все очевидно. А тут переводят тебя, как ты хочешь. И тебе, а что вы не могли как-то что-то придумать? Почему вы перевели, как написано на английском? Ну, то есть, это смешно. Но серьезно. Нет, в данном случае как раз... Нет, а что не так? Окей, как бы ты перевел? Давай. Топи. Да я так бы оставил. Rogue One. Rogue One, серьезно. Или изгой. Или просто изгой. Звездные войны, двоеточие, изгой. Все. Звездные войны, все, билеты мои, вот, на, забирай. Откуда ты знаешь? Изгой, да плевать, Звездные войны, мои билеты. Тут изгой, один. Звездные войны, истории. Что? Давай еще Unleashed, Unpublished. Слушай, ну это же оригинальное название. Чем тебя не устраивает? Вот в оригинале оно так и называется. Rogue One, Star Wars Stories. Я как раз выступаю не за оригинальное название, а за понятное название для зрителя. Нет, ты сейчас говоришь про поля... Окей, в оригинале оно тоже непонятно. В оригинале оно, ну, более-менее понятно. Ну, оно так же звучит. Rogue One, Star Wars Stories. Ну, для... Изгой, один. Для зарубежной аудитории, которая, наверное, воспитана на Звездных войнах. Я не спорю, что звучит криво. Как мы воспитаны, я не знаю, на этом. Я не спорю, звучит криво. Даже в оригинале звучит криво. Понимаешь? Но Rogue One более приятно звучит, чем Изгой, один. Но ты не думал, что есть причины? Да, я их знаю. Но в данном случае причины... Ты знаешь причины? Да. Расскажи. Ну, про Изгой? Да. Или про что? Нет, про Изгой я как раз не понимаю, почему. Я думаю, что есть причины, потому что, ну, Дисней, они как бы, ну... Захотели такое название. Не вчера родились. Наверняка есть какой-то план. Может быть, действительно будет Изгой 2. Откуда ты знаешь? Ну, Звездные войны, двоеточие, Изгой 2. Ты понимаешь, что помимо этого, стиль, когда ты делаешь перевод, должно сохраняться визуально идентичная картинка. То есть, логотип. То есть, ты когда переводишь фильм под названием Rogue One, огромный, можешь найти этот кадр, где написано Rogue One? Где-то только конец. Вот. Ты когда переводишь название, тебе нужно, чтобы в центре было... То есть, у тебя логотип должен выглядеть так же на всех языках. Ты понимаешь? Есть... Ну, то есть... Ну, Капитан Америка, Мстители и все такое. Ну, там тоже все идентично. Там просто именно названия поменены. Тут, как бы, стиль следующий этого логотипа. У тебя в центре название. Снизу у тебя написано Star Wars, который, понятно, будешь переводить, как Звездные войны. Еще одно слово. То есть, ты должен оставить... Ты не можешь перевести, это Звездные войны, двоеточие из Гой. Я знаю, что Rogue One это позывной. Это не потому, что Rogue One или Rogue One. Ну, а позывной из Гой-1, что плохо. Ну, то есть, это нормально. Это звучит криво при первом приближении. Звучит криво при первом приближении. Когда ты начинаешь об этом думать, и как вообще устроен этот мир, что ты не можешь взять и просто поменять логотип. Это не цепляет. В этом, в этом тема. Из Гой-1? Это не цепляет. Слушай, Изгой-1 такой, что за Изгой, что за Один? А маме покажешь Звездные войны? Она все еще говорит, зачем мне это. Нет, я что-то слышала. Я что-то слышала про Звездные войны. Слушай, а все и так знают, что Изгой-1, Звездные войны, там приписка об этом говорится. Штурмовики, черт побери, Звезда Смерти? Я тебя уверяю, каждый второй человек на этой планете знает, кто такие штурмовики, знает, из какой они Вселенной. Так думают люди, которые знают. Нет, про Звездных войн знают все, серьезно. Ты не найдешь человека, который не знает, что такое Звездные войны. Я тебе сюда человек 100 приведу, который не знает, что такое Звездные войны. Больше того, они не знают, что такое Роук-1. Роук-1 никто не знает, что такое. Никто не знает. А ты сейчас пытаешься защитить их маркетингу? То есть, наоборот, научить их маркетингу? Нет, я никого вообще ничего не знаю. Просто для меня, нет, в данном случае, для меня вообще просто странно выглядит, и все. Мне вообще плевать. Я пойду посмотрю этот фильм в любом случае. Да, он называется Звездные войны, и все. Я потому что фанат Звездных войн, мне хоть они назовут, я не знаю, это самый плохой фильм по Звездным войнам, я пойду на него. Самый плохой же был в декабре. Нет, там хороший фильм. Если они его так назовут, прям, такие большие буквы всплывают, самый плохой фильм, я на него пойду, потому что я люблю Звездные войны, мне плевать. Проблема даже в том, что даже по трейлеру он выглядит уже лучше, чем седьмой эпизод, понимаешь? Не факт. Но, я знаю, вот давай теперь, короче, называется-называется, все равно все пойдем или не пойдем, не суть. Я считаю, что название нормальное, потому что, я объясняю, когда происходит перевод на другой языке, должен сохраниться в визуальный стиль логотипа. Но также он должен работать, не забывай про это. Нет, в первую очередь, ты понимаешь, ты не можешь нарушить дизайн логотипа, не можешь. Можешь поговорить с Иваном о том, как можно нарушить дизайн логотипа. Ты не понимаешь, есть некие правила. Но есть трендмарки и прочее, но понятно. Отделения компаний не имеют права менять стиль. То есть, они не могут взять и поменять стиль. Им по башке настучит Дисней американский, понимаешь? Давай, в общем, лучше о фильме поговорим. Хорошо. Никто никому не настучит, они друг с другом, они работают там с друг с другом, не суть. Ты посмотри. Для продвижения такой огромной картины вряд ли они общаются друг с другом письмами по два дня, отвечая на них. Там, скорее всего, плотный работняк, друг, вплотную просто. Я серьезно говорю, ты произнесешь сто раз из Гой-1, и тебе станет нормально. Окей. Тебе станет правда нормально. Мне вообще нормально, я говорю, я пойду, даже если там будет название, самый плохой фильм. Что ждем от фильма? Что ты ждешь от этого фильма? Что ты думаешь там будет? Не знаю, мне очень понравилось. Я посмотрел, это... Это «Звездные войны без джедаев», очевидно. Это «Звездные войны без джедаев». В первую очередь. Основная история в чем? Смогут ли «Звездные войны» затащить без джедаев? И без таких прям... Ну, тут есть, конечно, крупные актеры, но в основном... Стиль... Очень крут... Ну, стиль сохранен абсолютно точно, потому что вот этот... Воверх вот этот кадр. Финальный кадр очень крутой. Дай я еще, дай я покликаю. Есть. Вот этот мужик в белом плаще вообще суперклассный сейчас. Где он? Где он? Есть один кадр с ним, где он такой... Сейчас, сейчас, подожди, он ближе к середине. Подожди, сейчас... Мне нравятся главные героини. Да, симпатичные. Да, у них второй раз они опять, как бы, на мой вкус, делают хороший каст. Я, конечно, не знаю, как она будет в кино смотреться, Но мне нравится в трейлере очень. Где же этот мужик-то? Давай уже. Блин, где же я его видел? Я когда-то видел эту актрису, не могу вспомнить где. Ну, да, она играла в каком-то фильме недавно. Вот, вот, этот кадр очень... Блин, жалко вот... Да. Очень крутой кадр с этим мужиком. Очень интересно, видать, главный злодей. Непонятно, кто этот чернокожий мужчина. Действие происходит, я так понимаю, перед... Каким он? Перед четвертым. Перед четвертым, да. Они его бороют. Да, между третьим и четвертым, соответственно, да. Должно все закончиться тем, как она отдает это принцессе Лее, да? Или что там, Си-3-Пио. Да. Вот. Но, не знаю, я жду от фильма... Что-то типа... Фильмов... Как там, операция Валькирия, что ли, называлась? Короче, вот, фильмы типа Штирлица. Шпионские, да. Шпионские, такие прям натяжные, чтобы ты сидел и тебе прям... Сейчас ее раскроют, сейчас ее раскроют. Нет, не раскрыли, молодец, молодец. Вот прям, чтобы... Потому что это явно будет фильм не про... Ну, там есть спецэффекты, но они будут не про спецэффекты, а про именно актеров. Это про... Ну, про Звездные войны без джедая. Да. То есть про весь остальной мир, потому что джедаи это вот. Ну, в общем, я надеюсь, что будет очень много интриж. Блин, как... Я забыл, как зовут вот эту женщину в белом, но она мне напоминает про игры. Она потому что появлялась еще в играх серии Дженни Найт. Джедаи Найт, вот, вот это вот. Все было. Она там то ли маза, то ли как-то так она называлась. Я даже сначала подумал, я когда первый раз увидел, боже, неужели это Кайл Катарн там бегает вместе с ней, а она, я не помню, как ее звать, но потом я понял, что это не они. Да. Вот, потому что Кайла Катана вообще, по-моему, в итоге вырезали из лора после обновления серии. Что касается... Там кто-то пишет, Дарт Вейдер жив. Да, в этой... Пока еще Дарт Вейдер жив, наверное, его как-то там покажут. Да, было бы круто, если бы его показали. Ну вот, но тут, знаешь, надо очень тонко. Надо так, чтобы не испортить Дарт Вейдера в умах миллионов, потому что Дарт Вейдер, он просто, ну, символ, символ Звездных войн, это их маскот главный, можно так сказать. И если показывать Дарта Вейдера, то он должен быть точно не многословен и ничего не должен делать. Не многословен. Потому что если он что-то не то сделает... Вот, кстати, что за мужик? Мужик не знаю, но зал очень похож на... Видишь, что ты пикерский... На красные эти, красные мужики, да. Зал очень похож. Мне кажется, это какой-то... То есть, наверняка будет какой-то сит. Ну, по-любому, по-любому. Вот, возможно, даже какой-то новый злодей, который его там же и сомневает. Мне кажется, в итоге в фильме появятся джедаи, они просто будут не на первых местах. Да, нет, они по-любому... Ну как, мне кажется, по-любому должны появиться, так или иначе. Пишут, что главная героиня подруга Кайла Катарна. Серьезно, это она? А Кайла Катарна это кто? Это персонаж игр. Каких? Ну, всех Джей Динайон. Да, там был Кайл Катарн, который... Побежали. Я не помню, как её зовут. У неё... Они летали на корабле, как Ворон он, по-моему, назывался. И они всё это выполняли. Бэтмен прилетит... А, Мон Матма. Матма, да. Это главный героиня? Это вот это в белом. Она всегда связывалась с Кайлом Катарном и давала им задания. Нет, это не она. Она или не она? Мара Джей. Джей, Джей, да. Загуглим потом. Да, загуглим. Ну, блин, если это она, это вообще просто топ. Но, скорее всего, это не она. Тем более... Ну, там вот сейчас... Вот где-то здесь они когда бегут, там за ней как раз бежит чувак, и я думал, что это Кайл из игры сейчас. Вот на заднем плане, рядом с ней, я думал, что это он. Очень похож по одежде, на самом деле. Но у него здесь пистолет, хотя в определённый момент по игре он становился джедаем. То есть в нём были силы, он от них отказался, вот бегал с пистолетиком, и потом всё равно к ней вернул. У него отец, по-моему, был джедай, но он не захотел становиться джедаем. Как-то так там было, я уже не помню. Это не она, но очень жаль. Ладно, на этом мы, наверное, закончим. Да, закончим. Изгой-1, Звёздные войны истории. Да. Да, и сейчас разыграем один ключ. Где моя вторая? Как много у тебя девайсов, Павел? У меня всего тут, всего много очень. Да, сейчас мы разыграем, сколько у нас подписчиков? У нас прибавилось, по-моему, двое подписались за выпуск, если я не ошибаюсь. Сейчас я всё проверю. Павлуша всё проверит, да. Вот, мы сейчас разыграем, собственно... Да, двое подписались. Да, два человека. Мы сейчас разыграем ключ на Mortal Kombat XL, от которого отказался ещё один. Кстати, давно такого не было, когда мы разыграем для PlayStation 4, обычно, ну или для Xbox One, обычно кто-то... Судьба у игры такая. Что-то у кого-то находится. Да, но я думаю, что... Да, что... Кому-то улыбнётся удача сегодня. Спрашивают, когда розыгрыш дивизии. Когда розыгрыш дивизии. В понедельник проедет Захар, и мы с ним вместе будем мутить розыгрыш дивизии. Вот, мы... Дивизионный Захар. У нас просто... У нас... Проблема в том, что у нас разделилось мнение, как разыгрывать. У нас есть миллион вариантов, как разыгрывать, и мы пытаемся выбрать самый классный и самый прикольный для всех. Вот, и в понедельник, я думаю, мы объявим розыгрыш. Там просто... Правда, вот сложно выбрать, потому что дивизию хочется... Хочется круто разыграть. Хочется круто разыграть, да. Тем более, физическая копия... Сколько человек? 149. Так, у нас нет. 148. 148. Окей, давай. И это... Жене Рейд. Кто ты и кто ты ставите? Кто ты из старичков? Кому-то из старичков повезло. Хэнсен. Хэнсен. Будем надеяться, что у тебя есть PlayStation или Xbox One. И ты не откажешься от этой игры. Да. Игра уже плачет просто. Будем разыгрывать ее бесконечно, да. Вот. Ладно, спасибо, что смотрели, дорогие друзья. С вами была Игромания, Павел Болоцкий, Артаваст Мурадян. Парни Ярни, голова васа, шкаф, косплей на Dark Souls, который сделал Захар, я помню, с помощью этого несчастного парня. Вот. Увидимся с вами в ближайшее время. У нас будут стримы сегодня. Увидимся на стримах. А в Игромании утром увидимся в понедельник. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok